прямо сейчас поведу о том рассказ как сборная ссср гавриила качалина выиграла первый кубок европы 1960 года как наши добивались этого успеха как на пути в париж прошли венгрию а потом испания по приказу своего диктатора франко отказалась от поездки в союз про матчи финальной стадии на футбольных полях франции где советская команда обыграла поочередно чехословакию и югославию финале как восприняли эту победу за рубежом и рассуждение про силу первого кубка европы 1960 в общем будет интересно первый кубок европы после многолетних прений решено было провести в 1960 году 13 футбольных ассоциаций европы из 30 отказались играть в дебютном европейском первенстве аргументируя это перезагруженностью календаря вся великобритания то есть англия шотландия уэльси северная ирландия италия и фрг плюс нидерланды бельгия в те годы футбольные карлики швейцария швеция серебряный призер последнего чемата мира но и без отказников кубок европы стартовал и назло всем скептикам удался на славу матчи проводились на вылет по сумме двух поединков дома и в гостях первый матч в рамках европейского первенства прошел 28 сентября 1958 года в москве на переполненном центральном стадионе имени владимира ильича ленина в лужниках сто тысяч пятьсот семьдесят два зрителя радостно приветствовали победу сборной ссср над сильной командой венгрии 31 первый год в официальных европейских разборках забил нападающий московского спартака анатолий ильин уже на четвертой минуте а концу первого тайма на шевели 3-0 в ответном поединке который состоялся ровно через год 27 сентября 1959 года сборная ссср добыла повторную победу с минимальным счетом 1 0 и вышла в четвертьфинал где ее соперником стала испания эта команда не без оснований считалась главным фаворитом турнира да и как же иначе мадридский реал безраздельно властвовал европе среди клубных команд не имея себе равных кубке чемпионов вот уже пятый сезон подряд так вот в реале первую скрипку играл легендарный уже при жизни альфредо де стефано плюс другие звезды сборной испании хэнто санта-мария маркитос а ведь был еще луис суарес из барселоны непобедимой в кубке ярмарок да это легкость с которой испанцы дважды сокрушили сильную сборную польши 3 0 и 4 2 очень напрягала обе стороны уже договорились что матчи пройдут 29 мая 1960 года в москве и 9 июня в мадриде старший тренер сборной испании эленио эрера тот самый легендарный что приведет миланский интернационале к победам в кубке чемпионов и межконтинентальном кубке 1964 и 65 годах прилетел в столицу советского союза на товарищеский матч ссср польша он посетил гостиницу метрополь где придирчиво осмотрел уже забронированные для его подопечных номера заодно продегустировал кухню и остался всем очень доволен всем кроме увиденного на поле в лужниках советская команда при поддержке 85 тысяч зрителей как тот смерч смела поляков со своего пути 71 так что наставнику испанской сборной было на чем задуматься советская команда усиленно готовилась к матчам с испании по не поверите рассказом начальника команды андрея петровича старости на и старшего тренера сборной гаврила дмитриевича качалина про их встречи со сборной басконии в 1937 году о чем кстати уже поведал на своем канале материал баски в ссср 1937 фурор скандал и вся правда это если бы сейчас сборная украины или вот россии готовилась к поединку с испанцами по воспоминаниям киевских динамовцы и спартак овцы в про поединке лиги чемпионов 1998-99 с мадридским реалом но возвращалась 1960 год так вот готовились к наших четвертьфиналу и тут пришло сообщение испания отказалась лететь в москву как оказалось крупная победа ссср над польшей которую прошла испании в 1 8 финала заставила крепко-накрепко задуматься не только эрреру но и испанское правительство на следующий день после матча 20 мая 1960 года диктатор франко собрал экстренное заседание правительство где решался вопрос ехать испанской команде в союз или нет все дело в том что между испании и ссср не было дипломатических отношений так как советские идеологи считали франко фашистом и пособником гитлера значит франко для ссср враг и не просто враг а идеологический о советском союзе идеология всегда стояла на первом месте как показали дальнейшие события не только в ссср но и в тогдашней испании тоже франко был согласен на поездку своей футбольной сборной в рассадник коммунизма только в том случае если ему гарантируют успех можно и суммарный по итогам двух встреч если раньше испанские чиновники не сомневались победе своих звезд над советскими любителями в кавычках то после того как и ссср сокрушил товарняки польшу у них наблюдалась тихая паника и уже никто не мог дать гарантии на победу своих тариадоров вы теперь было совсем не ясно кто же в советско-испанском противостоянии выступят в роли быка а кто тариадора и хоть номера в метрополе московском были забронированы начиная с 26 мая 1960 года вопроса поездки команды эреры в столицу союза был решен негативно франко решил своих футболистов советский союз не пущать уефа предлагал советской стороне компромисс провести оба матча на нейтральном поле но после категорического отказа москвы вполне справедливо как по мне оперативно отреагировал уефа на данный димаш франко и быстро дисквалифицировал испанию таким вот образом ссср стал первым участником финального турнира 4 остальные трое франция югославия и чехословакия прошли сквозь отбор место проведения финального турнира было определено заранее еще перед началом отборочного турнира на него претендовали испания франция и австрия и если бы испания прошла союз то именно в мадриде и барселоне проходили бы решающие игры первого кубка европы а так в отсутствие конкурентов они прошли в париже на парк de prince и марселя стадион велодром финальная стадия первого кубка европы прошла на полях франции 6 по 10 июля 1960 года и вот кого взял туда гавриил качалин вратари лев яшин динамо москва и владимир маслаченко локомотив москва защитники владимир кесарев динамо москва девича хели динамо тбилиси анатолий масленкин спартак москва анатолий крутиков спартак москва полузащитники юрий воинов динамо киев и горнетто спартак москва виктор царев динамо москва нападающие слова метре вели торпеда москва валентин иванов торпеда москва виктор понедельник ска ростов-на-дону валентин бубукин локомотив москва михаил месхи динамо тбилиси юрий ковалев динамо киев герман опухтин цска москва и заур колоев динамо тбилиси соперник по полуфиналу более чем серьезные команда чехословакии с масса пустом по плухаром и буберником составе правда эти звезды ничего не смогли противопоставить дружной и слаженной игре советских футболистов дважды валентин иванов с виктором понедельником поражали ворота их 64 минуте установился окончательный счет у матча 3-0 в пользу ссср чехословакии имели возможность сократить разрыв а заодно и вернуть интригу поединок но на 68 минуте войта разведя яшина и мяч по разным углам не попал в створ ворот 25 тысяч 184 зрителя на марсельском велодроме были так воодушевлены игрой советской команды а особенно галкипера льва яшина что некоторые из них пронесли советского черного паука на руках до самой гостиницы хотя это все со слов свидетелей тех событий а людям как известно свойственно с годами преувеличивать свои достижения и приукрашать собственные успехи как бы то ни было а советская команда вышла в финал и поехала в париж соперники югославы которые умудрились проигрывая полуфинал франции 1324 75 по 79 минуту трижды забить и 54 победить после чего интересу зрителей к турниру резко упал тем не менее решающий поединок удался на славу не советские футболисты не югославские не хотели уступать друг другу таких случаях говорят что пошел характер на характер тогда слова престижи родины не были пустым звуком тем более в странах социалистической ориентации и игроки обеих команд сражались за международный престиж своей отчизны хотя нужно признать что в ссср и югославии строили разный социализм за победу первом кубке европы югославский лидер ёсип брости то такой себе югославский сталин пообещал футболистам своей сборной кроме приличного денежного вознаграждения по крутому и иностранному автомобилю и коттеджу на личных гектарах вот и косили юге своих соперников и гол забили первыми в раздевалку но сборная ссср гавриила качалина славилась своим характером да и начальник команды андрей петрович старости нашел нужные слова для подобающей заводки ребята в первом тайме вы ничего не показали и потому ваши истинные возможности по-прежнему остаются загадкой для соперника а для этого нужно всего ничего встряхнуться сбросить оцепенение и заиграть свою силу ведь вы счастливчики вам выпала уникальная возможность писать свои имена в историю футбола золотыми буквами не забывайте также о том что идет прямой репортаж радиорепортаж spark the prince и в ожидании исхода матча не спит вся страна не берусь за дословную достоверно сказанного старостиным но суть я выразил точно как описывал этот момент в своем интервью автор победного мяча виктор понедельник словом для продолжения матча из нашей раздевалки на беду югославов вышла совсем не та команда с которой они имели дело в первом тайме и понеслось форвард московского торпеда слова метров или уже на сорок девятой минуте своим точным ударом уравнял шансы команд что еще больше обозлила югославов и они заиграли еще грубее как итог судья пришлось назначить дополнительное время и вот тогда ценой неимоверных усилий советской команде удалось забить победный гол на сто тринадцатой минуте сделал это виктор понедельник в понедельник сейчас даже трудно себе представить что творилось союзе когда пробившись сквозь помехи и шипения радио эфира взволнованный тенорог николая озерова донес до советских болельщиков восторг далекого и загадочного стадиона парк de prince где понедельник неотвратимым ударом головой вонзал мяч сетку югославии есть слухи что на банкете посвященном победе сборной ссср на первом кубке европы владелец мадридского реала сантьяго бернабео очень хотел видеть своей команде яшина иванова нету метровели месхи и понедельника так и заявил советским футболистам через переводчицу я понимаю что это невозможно что вы связаны со своими клубами большими контрактами но все же не могу не пригласить вас персонально любое время рад буду видеть вас в своей команде кстати заплатили нашим сборником тогда по 200 долларов отведали советские футболисты французского пивка в бестро побегали по магазинам прикупили кое-какого товару для себя любимых и для своих любимых а когда вернулись союз то с удивлением узнали что бухгалтерии спорткомитета ссср не было предусмотрено футболистом сборной страны никаких премиальных как известно советском союзе была плановая экономика и все планировалось заранее а так как никто не ожидал победы сборной ссср на кубке европы то и никаких вознаграждений в денежном эквиваленте для футболистов не предусматривалось перед игроками извинились мол простите как-то неловко все вышло и все а между прочим уефа перечислил федерации футбола ссср за ту победу сборной 57 тысяч 613 швейцарских франков очень приличные бабки даже по нашим временам есть байка что первый человек страны никита хрущев лично подарил автору победного гола виктору понедельнику автомобиль хотя вот если серьезно деньги то время как и разные материальные блага для советского человека были не основное главное что мы чемпионы европы первые в истории тогда для советских людей осознание того что они в чем-то первые в мире было очень важным ведь наше первенство спорте или вот в космосе как бы доказывала всему советскому народу что страна идет правильным путем и в своем стремлению построение коммунизма не ошиблась а виктор понедельник забил самый нужный самый важный гол не только в своей судьбе но и во всей истории советского футбола причем не только времен ссср но и после его развала виднее россия не украина пока что не добились подобного успеха хотя теперь вот снова надежды футбольных болельщиков украины и россии на успешное выступление своих национальных сборных на евро 2020 ожили но вернемся в 1960 год а как же восприняли победу сборной ссср на первом кубке европы во всем остальном мире да никак вернее очень сдержанно показателен в этом плане габриэль она из франции инициатор учреждения кубка европейских чемпионов он так высказался об игре советских футболистов финале нам привыкшим к латинскому стилю в этом матче чего-то не хватало каждый был строг и жесток по отношению к себе и другим воля к победе у русских оказалась очевидной с нашей точки зрения этому футболу них вот не хватало изящества цветов огня и полета или вот возьмем в руки крупнейшее спортивное издание франции экип и что же мы видим цитирую в игре советских футболистов мы не нашли элементов импровизации и вдохновения по пальцам можно пересчитать футболистов высокого класса это в первую очередь яшин не то постарел иванов выглядел утомленным однако отсутствие блеска они компенсировали прочностью и мощью игры и исключительной выносливостью мы тревели и месхи показали что они могут пробиться сквозь любую защиту бу букин продемонстрировал необычайную работоспособность яшин только подтвердил то что мы подозревали и раньше а именно что он сильнейший вратарь в мире как бы то ни было а сборная ссср хоть и без блеска и лоска но выиграла первый кубок европы тренер советской команды гавриил дмитриевич качалин стал самым успешным тренером советского союза за всю его футбольную историю это если учитывать и тренеров сборной под руководством этого специалиста ссср становился олимпийским чемпионом 1956 года вышел в четвертьфинал своего дебютного чемпионата мира 1958 и стал обладателем кубка европы 1960 подобных достижений нет ни одного тренера на советском и постсоветском пространстве еще раз повторяю по работе со сборной союза и еще напоследок пару слов как бы и чтобы не говорили о слабости первого кубка европы недоброжелатели турнира а он удался на славу как спортивном так и финансовом плане а на счет силы четырех финалистов так вот что вышло немного позже три участника из четырех представляли страны соцлагеря но два года спустя на чемпионате мира 1962 учили сборная ссср вышла в четверть финал где уступила хозяевам чилийцам которым проиграла и югославия в матче за третье место а чехословакия и вовсе сражалась финале против непобедимой тогда бразилии то есть из восьми четверть финалистов трое представляли четверку сильнейших команд старого света на евро 1960 а две команды играли в полуфинале такая вот слабость в кавычках первого кубка европы что интересно в 1962 и 1963 годах золотой мяч лучшему игроку европы получили участники первого евро 1960 ежев масса пуст из чехословакии а за ним лев яшин из ссср так кто там говорил про слабость первого кубка европы с вами был саныч до новых встреч